Пожар в семейном общежитии по улице Тимуровцев начался около пяти утра. Но запах гари местные жители почувствовали только спустя несколько часов. Все крепко спали. Открыв глаза, люди ужаснулись. Пламя уже охватило несколько этажей. Дышать было нечем. Сонные. Пошел дым. Я жил на пятом этаже. Дым шел снизу. Четвертый, либо третий. Оно как-то странно горело. Из третьего этажа, из девятого. Говорят, лифтовая шахта. Когда на место приехали спасатели, огонь успел охватить одно крыло общежития. Пламя распространилось по вентиляционным каналам и лифтовым шахтам. Горели лоджии с пятого по девятый этаж. Пожар, по предварительным данным, мог возникнуть и в 4 утра, и в 4.30. Было очень поздно поступило к нам сообщение. И площадь вот эта 800 метров, это уже была та площадь, когда приехали наши ребята. Полностью ликвидировать пожар МЧСникам удалось к 9 утра. Всего пожарные по автолестницам спустили около 40 человек. Более сотни выводили по лестничным проемам. Эвакуировать людей было непросто. В длинных коридорах общежития пылали старые вещи. А подать пожарную лестницу спасатели могли не к каждому окну. Мешали высокорослые деревья. Александр вспоминает, не доберись МЧСники до его окна, угорел бы вместе с ребенком. По большому счету, единственное, что спасло, это то, что дверь я сразу закрыл, и ребенка в окно просто высунул, чтобы он не дышал этим. В 7.05, 7.10 уже у нас на окне была пожарная лестница. По ней мы и спустились. Троих жителей общежития спасти не удалось. Они успели сильно надышаться угарным газом и скончались в машине скорой помощи. Десятерых жителей девятиэтажки госпитализировали. Жизни большинства из них уже ничего не угрожает. Два человека находятся в больнице скорой помощи. К сожалению, оба в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии. Это связано с тем, что там ожоги верхних дыхательных путей. Пока пожарные боролись с огнем, чиновники, медики и социальные работники разбили под домом мобильный лагерь. Жителей дома кормили полевой кашей, круассанами, фруктами, поели водой и чаем. С пострадавшими работали медики и психологи. Главное – обеспечить ощущение безопасности. Человек, который обратился к нам за помощью, он находится в стрессе. Здесь очень у многих пошли психосоматические реакции. Подскочило давление, подскочил сахар в крови. В этот же день почти 60 человек городские власти отселили в гостиницу «Турист». Квартиры этих людей либо сгорели, либо залиты водой. Пострадали конструкции, витраж провис над центральным входом. Там вверху отошла где-то немножечко стена, плюс внутри горела шахта лифта. Непонятно в каком состоянии, учитывая, что это несущая конструкция. Специалисты, проектанты, люди, которые разбираются во всех этих вещах, должны оценить, насколько опасно или безопасно состояние основных несущих конструкций. И после этого будет принято решение о возвращении людей к себе в квартиры. Причина возгорания всё ещё остаётся под вопросом. Неизвестно и кто будет заниматься ремонтом дома. Ведь общежитие находится на балансе двух коммерческих структур, а не в муниципальной собственности. Завладелец девятиэтажки Григорий Бубырь никаких гарантий жильцам не даёт. Да что я могу обещать, не имея никаких фактов. Ксения Бай, Денис Квартальнов, Борис Буцевич, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».